Всем привет! Сегодня поговорим об общих принципах установки любых дистрибутивов, то есть как их к себе скачать на компьютер, как проверить изообраз, как записать его на флешку, как проверить уже записанную флешку без перезагрузки, затем второй урок будет именно работа с флешкой. Опять-таки, независимо от той операционной системы, которую вы решили на себе установить. Ну и затем, значит, в третьем видео я расскажу просто о принципах настройки операционной системы. Скорее всего, я буду говорить о принципах настройки системы Linux MX19 и, скорее всего, поговорим. Вот на первом месте она у нас стоит, как говорится, 3429 набрала, как говорится, голосов. Действительно, система очень хорошая и надежная. Ну вот на ее примере давайте и посмотрим. Кликаю я по ней, значит, здесь просматриваем. Вот, пожалуйста, сразу попадаем на главную страницу. Вот так она выглядит. Значит, MXLinux.org. И, значит, идем... Ну что, давайте... Вот, три рабочих стола предлагает. X-Face, KDE и Luxbox. KDE переводится как Cool Desktop Environment. И следовало бы говорить KDE. Ну, русскоязычные обычно говорят KEDE или KDE. И так, нажмем на кнопочку загрузки Downloads. Затем, значит, выберем репозиторий. Здесь, в репозитории, поищем... Вот, KEDE. MX19.3, KDE 64-битная. Подождем, когда здесь вот появится у меня. Вот, и начнем с качивания. Она у меня предложила скачать на рабочий стол. Ну вот, и пусть себе качают. У меня, значит, в браузер встроена вот эта вот программка при Download Manager. Она кросс-платформенная. Продформенная годится и для Windows, и для Linux, и на Android работает. Вот вы ее себе скачиваете, вставите. И, как говорится, будет вам счастье. Вот. Счастье, вот оно. Идет себе потихонечку и скачивается. Значит, ну, что еще? Значит, когда мы этот изообраз скачаем, то нам нужно будет его проверить. Проверить, значит, тут есть два варианта. Быстрая проверка на вскидку и более, скажем так, тщательная проверка на виртуальной коробочке. Как на вскидку это дело работает, я сейчас покажу. Так. Вот программа RM-PREP. Значит, программа уникальна тем, что она проверяет не только изообразы, но также она проверяет флешки. То есть вот уже образ записан на флешку, его можно проверить. Вот, допустим, у меня сейчас флешечка подкручена. Вот давайте посмотрим, что у меня на ней. А у меня на ней, значит, вот, MX-19 вот уже записанная. Затем, значит, вам лучше было видно, вот покажу. Имеется, значит, снапшот, так называемый. То есть уже настроена операционная система. С нее, значит, я делал снимок. И вот 28 февраля, значит, этот снимок был сделан. Имеется поисковик операционных систем. И имеется, значит, сборочка Сергея Стрельца. Тоже очень хорошая и полезная штучка. Это вот как программа, значит, проверяет флешки. А вот как она проверяет изообразы. Вот, Ctrl-F11. Идете. Вот, пожалуйста, значит, есть у меня на диске F самые разные изообразы. Доберете любой. Какая разница. Вот, пожалуйста, значит, и, значит, проверяет, значит, она изообраз. Я с этой программы никогда не стартую дальше загрузочного меню. То есть вот менюшку увидел и достаточно, потому что если меню есть, ну, так, как говорится, оно и есть, и работает. А вот для того, чтобы уже изообраз проверить, так сказать, уже более тщательно, я использую обычно виртуальную коробочку. Виртуальной коробочке вот в носителях я могу подключить к ней, скажем так, любой изообраз. вот пойдем опять-таки на диск, где у меня все это дело хранится. И вот, пожалуйста, MX могу взять и открыть. Окей. вот пошла загрузка. То есть здесь вполне, как говорится, понятно все дело делается. Затем, когда, значит, вы взяли образ, скачали, проверили его на программке RM-PREP, значит, на виртуальной коробочке, для себя решили, что вы будете, значит, записывать этот образ на флешку. Вам понадобится, значит, вот основная программа это винтой. Она уникальна тем, что ей без разницы, какая у вас там таблица разделов. мастер-бут-рекод BR или GPT, без разницы. Скизывайте из-за на флешку, а с этой флешки можно писать и на GPT, и на MBA или BR по-русски говорят. Без разницы. Значит, на флешку нужно будет записать всего лишь крошечную абсолютно программулину винтой. Вот она. Значит, есть вариант для Windows, есть для Linux, а есть просто вариант, скажем, для флешки. Вот для винды вот пишут размер вообще 12 мегабайт. Значит, у меня, значит, эта программулина хранится вот здесь. Так. Вот винтой 12 мегабайт в зипе. значит так, что там она показывает? Ну, 30, так, 331 килобайт. Вот значит, все, что нужно будет сделать, это, значит, просто-напросто запустить эту программу вот так. Она запустится, и вот несмотря на то, что она у меня на флешке уже есть и установлена и самая свежая версия, но вы, допустим, появилась там какая-то новая версия, вот нажимаете update, и она, как говорится, взяла и обновилась. Вот таким вот образом программа себя обновляет. У программы абсолютно крошечные размеры. Вот посмотрите, управление дисками, диск менеджмент. Вот посмотрите, написано 32 мегабайта, то есть вся флешка у меня там порядка 15 гигабайт, и всего лишь крошечная часть 32 мегабайта отведена, собственно говоря, под саму программу. Вот такие вот пироги, как говорится, с котятами. Ну и теперь значит, я вот написал тут записать значит изообраз на флешку. Если у вас флешка там была не совсем чистая и так далее, то вот перед тем, как на ней установить винтой, можете вот сделать вот такую вещь, скачать вот эту программу при помощи значит этой программы это вот переводом дословный низкоуровневое форматирование жесткого диска. Вот пожалуйста значит форматирование накопителей и флешкард. Так что могу, как говорится, порекомендовать сам много лет пользуюсь. Хорошая толковая программа. Поехали дальше. Вот у меня написано значит запись на флешку при помощи copy-paste или drag-and-drop. ну надеюсь это понятно если не понятно вот пожалуйста значит вот у меня есть программа Total Commander вот я сейчас пойду на диск зайду по каким-то вам причинам нужно будет отформатировать флешку значит вот скачать ее можете вот здесь отсюда а как она работает значит я сейчас покажу вот нажимаете запускаете программу она вам говорит что вот имеется значит флешка там на 15 гигабайт вы нажимаете значит встаете на ней вот нажимаете продолжить здесь делаете значит перескок вот на эту вкладку и тут вот две функции выполнить значит типа там быстрое форматирование значит а если значит вот эта галочка не стоит то она будет форматировать долго вот у меня 15 гигабайт флешку там она где-то полчаса форматировала после этого еще пришлось ее инициализировать значит это значит есть вот такая вот функция управления дисками здесь вот у меня вот тут уже все записано а вам правой кнопкой мышки открыть новую и понеслась как говорится все по порядку сделайте FAT32 форматируйте вот когда все это сделаете у вас флешка будет вот так вот читаться вот вот Snapshot там WingPay там MX KDE это значит сразу видно что фабричное скажем сайта вот ну и еще там программулина для поиска операционных систем на жестком диске ну основные инструменты вот они то есть все что вам нужно иметь всего лишь несколько программ желательно опять-таки но не обязательно программа программа а можно делать drag and drop это вот открыть два окна и за одного зацепить в другое перетащить все равно значит то есть то есть вот первый этап как допустим куда пойти где там поискать там операционные системы на сайте DistroWatch сайт этот считается самым главным для любителей операционных систем репутацию он себе завоевал сейчас является как говорится лидером вот на нем всегда все последние новинки по дистрибутивам там здесь вот самое важное на что я всегда ориентируюсь это вот какая значит операционная система значит из линуксов на данный момент времени занимает лидирующее место долгое время был Linux Mint вот тут вот Манжара к нему подбирается ну Манжара сейчас они по-моему там намудрили там сейчас никак не прикрутить конки значит по крайней мере на данный момент времени у них этого нет а вот Linux MX это практически лидер на данный момент времени ну всегда я вам рекомендую вот ориентироваться вот на это дело раньше еще было топ-10 десятка скажем так дистрибутивов вот наверное вот сейчас они называются главные дистрибутивы ну давайте граним ну Mint остается Ubuntu MX вот пожалуйста остается Arch Linux а вот в отличие от Манжара на Arca Linux там нормально прикручивается Конки Зен у них там такая программа есть там она и время там и погоду показывает и много что чего ну короче здесь вот десятка скажем так основных дистрибутивов вот так что можете чтобы весь список там не бегать можете вот зайти на главное ну а можете вот весь список посмотреть как говорится вот тут 100 дистрибутивов дано и отранжировано значит практически вот я считаю что первую часть значит или первый урок по поиску поиску загрузки проверки образов на программах ремпреп и виртуальной коробочке значит пожалуйста винтой значит на сегодняшний день является лидером вот еще раз хочу обратить ваше внимание вот сюда вот посмотрите значит программа винтой тестировалась практически на ней вся винда вот посмотрите линукс сколько из образов линукса было протестировано 651 вот посмотрите вот сюда просто вот думайте то есть программа работает как танк значит поэтому у меня к ней вот такое отношение что на данный момент это самая главная программа для создания мульти загрузочных флешек то есть на нее просто-напросто берете образ любой из образ какой ну вот давайте я на F пойду так ну вот допустим дистрибутив 2.7 у меня тут 3.6 места есть вот я могу значит взять его drag and drop сделать перетащить и он себе будет как говорится копироваться на флешку по каким-то причинам что-то вам там надо можете нажать на кнопочку в фоне свернуть все это дело перейти и как говорится там смотреть дальше значит программа ну скажем так ну проста до обалдения вот я вам говорю что установка там да никакой там установки практически и нет вон зашли зашли на сайт скачали этот винтой вот zip распаковали его вот и запустили все он сам установится вам на вашу флешку и размеры крошечные и никакой скажем так головной боли ну ладно значит вот основное значит я вам все это дело рассказал значит следующий вариант будет вернее урок я буду рассказывать на примере MX KDE буду рассказывать как делать там разметку диска как ставить систему слежки затем мы перезагрузимся и вот уже на третьем уроке я подробненько расскажу о своих настройки системы то есть как я MX настраивал под себя ну ладно